Очень важный момент алгоритм. Это очень частая ошибка. Когда приходят молодые пациенты и говорят, сделайте мне скулы, и вы должны сделать тест. Указательный пальчик на самую выступающую по скуловой кости. Если нет смещения жировых пакетов поверхностных, значит вы смело можете сразу делать объем, делать скулы. А если приходят не очень молодые пациенты, и вы делаете этот тест, вы понимаете, то есть уже здесь смещение, самое выступающее по скуловой кости. Вот она точка, а жировые пакеты уже чуть ниже, и уже не треугольник, а уже идет смещение, и все объемы уходят сюда. Ни в коем случае нельзя делать сразу объем, потому что это будет как гнет еще больше усиливать вот эту депрессию носогубной складки, будет опускать углы и будет еще больше формировать больный жировой пакет. В первом этапе надо сделать векторный лифтинг, то есть укрепить, сделать армирование, и это канюля, а потом уже давать объем, потому что иначе вы сделаете объем, и не сразу, а через неделю, через две недели пациент придет и скажет, у меня вообще все упало вниз. Потому что вы неправильно последовательный сообщил. Когда будете заниматься проблемой птозы, будете учиться работать канюлей, помните, что пациентам молодым, у которых нет птозы, нет смещения жировой пакеты, можно делать объем сразу пациентам не молодым. Сначала нужно укрепить, а потом сделать армирование.